Дамы и господа, Big Money, Николаев, встречайте, бизнес-спикер номер один СНГ, топ-100 фонг с 19-го вештого рейтинга самых богатых людей Украины, Евгений Черниев! Друзья, мы готовы, мы готовы. Николаев, здравствуйте. Волнуюсь по прежнему, 150-е выступление, и ничего встать не собираюсь делать с этим волнением, потому что всегда, как я встречаюсь с такой замечательной аудиторией, всегда задавленные вопросы, и очень хочу отправить на ответ. Правильные ответы именно те, которые ускорят вас в движении к вашей цели. Но я не знаю, что, я не все знаю. И я обещаю только то, что я буду максимально откровенен, но на те вопросы, на которые я не знаю ответы, я буду честно говорить, что я не знаю. У меня такая же компания, как у вас. В ней такие же боли, такие же ожидания, такие же мечты, иногда разочарования, победы. Мы все тут одинаковые в этом зале. Мы все предпринимаем. Мы все каждый день что-то предпринимаем от этого слова предпринимаем. Все хорошее в этом мире придумано людьми, которые хотели на этом заработать. И в конце концов, сделаем что-то, что улучшило жизнь людей. Это сделали мы с вами. В зале есть свободный микрофон. Да, у нас есть микрофон, друзья. Можно в ту сторону подходить, там выстраиваться, так же будут встроить вопросы. Я не заходил презентацию, поэтому я хочу максимально ответить на те вопросы, которые волнуют вас. Слушаю, поехали. Первый вопрос, погнали. Здравствуйте, я обожаю готовить, умею это делать. Скажите, можно ли создать бизнес с едой? Ну, зайдите в любой ресторан и вы увидите этот бизнес. Вы хотите, о какой еде вы говорите? Сейчас очень разная еда. Сейчас еда с быстро доставкой, с долгой доставкой, еда-мешен, еда-дарк-тичин. Очень модная сейчас направление в мире, которая развивается, когда человек, если вы знаете, не хочет покупать бренд, он хочет покупать скорость и качество. Поэтому он заходит по поисковику и по геотеку определять, где его заказать лучшее на районе суши. Там, соответственно, дарк-тичин ему это готовит и доставляет в течение 15 минут. Быстрее, чем любые другие брендированные суши. О какой еде вы говорите? Давайте, если вы хотите стать предпринимателем, конкретизируйте задачи. Потому что отклонение 3 сантиметра от цели в начале пути на выходе дают 800 километров попадания не туда. Куда вы идете? Хочу локальную, здоровую и местную. Ну, локальную, здоровую и... Ну, в общем, это вот достаточно. Сейчас, сейчас. Еще раз? Ну, сейчас готовить, только при вас. Вы пришли, приготовила, вы съели. Ну, то есть вы хотите открытый ресторан? Нет. Смотрите, налицо непонимание того, куда человек идет. Ну, это очевидно. Для того, чтобы были цели, были достижимы, определены во времени, их нужно вначале у них ставить. Огромное количество предпринимателей культивируют себе не те качества, которые привели к успеху. Кто-то думает, что он супермаркетолог, а он просто хороший мухалтер. А кто-то уверен, что он классный логист, а он по факту является классным операционистом. И когда человек точно понимает свой навык главный, который привел ему к успеху, то он точно понимает, кого брать ему в команду, потому что ему нужно брать в команду те, кто будет его компенсировать и усиливать. А если вы пока не знаете, чем вы хотите, какую еду, какой бизнес, куда вы залетесь, кто ваш клиент, кто ваш клиент, сколько ему лет, какое тартикировать, где живет, какой у него среди чек. Можете ответить хотя бы на один вопрос? Пока мои клиенты, это мой круг, то есть друзья, знакомые и семья, в первую очередь. Может вам стоит у него остаться? Трансовая, да, тоже классная история. Нет? Хотите выходить? Вам нет? Тогда определитесь, чем ваша еда будет лучше, чем остальные. Чем? У вас есть ответ на этот вопрос? Она моя. Исторенно желаю вам удачи, искренне желаю вам удачи, но если у вас нет звезды нечлен, то пока слово аутентично в своем бизнесе лучше не применять. Пока пять лет хотя бы подождите. Но это ни о чем не говорит. Такой вопрос, такой ответ не говорит о том, что он не может заниматься бизнесом. Это круто, когда кто-то хочет заниматься бизнесом. Но призываю вначале определить, кто ваш клиент и чем ваша кухня лучше, чем все остальные. Как только определите, поймете это, у вас точно все получится. Спасибо, друзья. Вот наш экс-сентр не так же стоит. Вот Владислава поднимает ручку, можно с той стороны подберить туда. А сейчас следующий вопрос. Добрый вечер, Евгений. В прошлый раз, когда мы встречались с вами, я вам задавал вопрос про политику. Вы помните это. Все люди, которые вам советовали, они на тот момент уже были там. Но вы свое слово держите, вы как бы этим не занимаетесь. Меня интересует на сегодняшний день, американское построение бизнеса планирует создать бизнес и его продать. Планируете ли вы продать свой бизнес, ну или там бизнес своего отца в последующем? И вообще, как эта система работает у нас на Украине или нет? Вообще, сын, планирующий продать бизнес своего отца, это позор семьи. Нет? Давайте сразу с первыми. Если ты планируешь продать свой бизнес, то продаст его сам. Надеюсь, это не будет. Это первое. Второе. То, что касается политики. Я максимально далеко. Мне очень часто задают вопросы. То, что происходит у нас в рынке, внимание, я не о политике, я о о рынке. Безусловно, может вызывать только... Как без ненормативной лензики сказать сейчас? Под первое. Раздражение. Раздражение. Мы с вами инвестор, все инвесторы. С утра мы просыпаемся, планируем свой день. И каждую секунду вкладываем в энергию, время, силы, креатив, характер, риск, во что-то. Каждый для себя определяет, во что он вкладывает. И когда мы вложили все эти свои самые замечательные и лучшие качества, когда мы создали команду, когда мы создали бренд, когда мы создали услугу, когда мы создали компанию, для предпринимателя начинается самое плохие действия. Самое плохие действия для него начинается со слов «Мы, власть, мы, правительство, пришли вам помочь». Это самое страшное для любого предпринимателя. Как только вы слышите эти слова, готовьтесь, будут грабить. Поэтому спрашиваете вы меня, хочу ли я быть частью этого? Нет, не хочу. Если у меня спрашиваете, буду ли я этому противостоять, буду каждую секунду тем, что буду делать свою компанию сильнее. Я буду делать свою компанию максимально стрессоустойчивой, максимально антихрукой. Я буду давать такой бренд, с которым я приеду, хоть в Америку, хоть в Израиле, хоть в Азербургах, хоть в Азербургах, куда угодно. И буду там вас левого. Потому что главная задача гражданина – это не обращаться к государству за дотацией. А главная задача предпринимателя – это создавать такой брендный услуг, который он вывезет, экспортирует в другой рынок, и вернет сюда вырученные деньги с маржой. И создаст рабочие места. И удержит людей от того, чтобы они уезжали в соседние страны, клубинку убирать. И сохранит им компетенцию, заплатит им правильную зарплату. Тогда их дети будут учить тут детей. И платить за школу. Тогда они купят тут машины. Тогда они купят тут квартиры. И какой-то бизнесмен, который строит дома, заработает на этом, и заплатит зарплату. Все то, что я вам сказал сейчас, похоже на то, что происходит тут? Не очень. А когда ты думаешь, а я долго развивался в этом рынке, когда ты думаешь, что так же ездит, то приезжая куда-нибудь, у меня, например, есть в одном из рынков, не буду говорить, без рекламы, в одном из рынков я приобрел недавно откид. Форбс об этом написал, поэтому я уже могу говорить об этом, хотя до этого он был связан с договором о конфидишне, но они написали. И мне говорят, ваш завод, насколько планируют экспортировать? Я говорю, я планирую процентов на 60. Они говорят, отлично. У нас под это предусмотрен внимание беспроцентной крики. Я говорю, еще раз повторите. На все, что вы увозите, говорит он, вам предоставляется, внимание, он говорит, беспроцентной крики. Я говорю, я с Украины, я не понимаю. Повторите, пожалуйста, еще раз. Я отдаю деньги и ничего не плачу. Но, говорит, у нас такая государственная программа. Я говорю, давайте только так. Я к коррупции подойти не могу, потому что меня волнует. У меня репутационная компания, я ее лицо. Я даже подходить близко не буду к этому вопросу. Никаких коррупционных, он говорит. Мы же заинтересованы, чтобы вы делали экспортно-ориентированное предприятие. Я с удивлением на счет получил беспроцентный кредит ровно под тот объем, который я произвел на этом заводе и вывез за пределы страны. И вдруг я обнаружил, что работая в других рынках, открывается огромное количество энергии. Ты не занят проверками, налоговыми пожарниками, ты занят креативом, ты занят своими людьми, ты занят своим брендом, ты занят своим потребителем. Поэтому это увлекательное занятие. Бизнес – это круто, это здорово. А китай еще всякие... Нехорошие люди. Да. Всякие подонки не мешают, то это превращается вообще в кайф. Вот в чистый кайф. Поэтому либо мне нужно изменить повестку дня свою, развернуться и приехать сюда, взять флаг, продать компанию, чтобы меня ничего не лежало, и двигаться туда. Либо мне нужно делать то, что я умею делать лучше всего – создавать свою компанию, свой варь. Поэтому без обид я создаю свою компанию. В политике меня не будет. Точно. Но это не говорит о том, что мы предприниматели сдаемся. Мы им ничего не подарим. На поступок к своей компании я буду максимально убедительен, я буду максимально публичен, моя компания будет максимально прозрачной, я буду стоять на этой сцене и буду честно смотреть людям в глаза, потому что я честно, как и вы, делаю свое дело. И никому какому подонку из власти в этой стране ничего не подарю. Спасибо, Евгений. Следующий вопрос, Владислава. Айдин, я вам два раз. Спасибо большое. У меня был консорген с Карени. Евгений, рад видеть вас, от Николаевна. В прошлый раз вы порекомендовали классную книгу «Антихрупкость». Что за последние два года вы прочитали такое, что вас поразило в бизнес-литературе? Классную книгу советую прямо сейчас новая политическая экономика «Ричард Тайк». Это, если вы следите за Файкуком, до этого все цитировали очень сильно «Антихрупкость», а сейчас все цитируют «Ментальные корзины» и «Эффект эндоммента». Это понятие, которое рассматривается в этой книге. О чем они читают? Это достаточно глубокое понятие, но если сжать его до короткого и простого транспарантного сообщения, то выглядели все следующим образом. У нас у всех, у меня точно, и я уверен, что у вас, есть не проблемы, а вопросы, как мотивировать своих людей. Марина, которая была только что на этой сцене, сказала правильно и лучше. Смотрите, неправильно замотивируйте людей, они станут Мариной и уйдут, и создадут компанию, которая станет лучше вашей. Потому что у них хватает характера, и они уже приобретены при вашей компании компетенции. С другой стороны, мы все понимаем, есть эта фраза знаменитая, что вы не боитесь, что вы обучите своих людей, и они уйдут. Нет, я боюсь, что я их не обучу, и они останутся. Не обучать своих людей и свою команду тоже нельзя. Какой выход? Выход исключительно в долгоиграющих, долгосрочных программах мотивации для людей, которые делают наши компании успешные. Их нужно ценить. Потому что если вы проверите, я приводил много раз этот пример, сделайте переадресацию электронной почки, звонков. Какой-нибудь человек, она сетя не будет. Меня зовут Александр. У меня к вам такой вопрос. Смотрите, сейчас на рынке украинские предприниматели невероятно хрупкие. Они боятся делегировать свои полномочия, особенно это касается производства, на подрядные организации. Я имею в виду ауссерсинг, аустафинг персонал. Так вот, вы как акула бизнеса, производитель, дистрибьютор, как вы относитесь вообще к ауссерс-услугу, помогите открыть глаза нашему украинскому предпринимателю на то, что ауссерсинг, это действительно очень круто, удобно, экономно и эффективно. хороший вопрос, только не украинскому, а украинскому. Давайте с уважением относиться, название наше мнение украинских. Смотрите, на относиться у меня пространяем. все, все, что я не могу найти на ауссерсинге, я вынужден и делаю один хаос. Все, что я не могу найти. Поверьте мне, я жадно и напряженно ищу любые услуги извне, которые я могу отдать на ауссерсинге. Как только я нахожу эти услуги, я мгновенно их отдаю. У меня есть, вы говорите, донесите, что делегирование это там, что это хорошо. Вы знаете, у меня у таких ребята про успешный успех, которые бесконечно обещают за ваши деньги, кстати, они не имея собственного бизнеса. Я нормально к ним отношусь. Я никому не хочу к ней, потому что они все-таки реально призывают людей, делают бизнес, а значит создают рабочие места, увеличивают количество налогов. Это круто, это нормально, здорово. Но они все время призывают в каждом своем семинаре кого-то, директировать. Ну, ни один из них ни разу не объяснил, кому как. Вот они все мне говорят, делегируй, выйди из операционки, помните, да, один предприниматель вышел из операционки, мы больше никто никогда не видел. Но они все все время, каждую секунду, кому-то преподают делегировать. А когда ты задаешь вопрос, а где эти люди? А где эти услуги? А где этот автонсор, а кому делегировать? Вы можете подсказать, а как их отбирать? Они тут же замолкают, немедленно. Потому что у них нет ответа на этот вопрос не потому что они не хотят на него ответить. Я, как практикующий предприниматель, стою на этой сцене и говорю, я ошибаюсь вместе с вами. Как я для себя вывел такую форму для ульсовса? Я приглашаю ульсовс. Сейчас мы сделали это в своей логистике, потому что мы не сильны в логистике. Ну, мы не сильны в логистике. Мы не понимаем этого. По каким-то причинам не складываются. Нужно тогда потому что время это конечное, конечный инструмент, твоего бизнеса, потому что всегда не потому что хочется прейдингом заниматься. вот уже определились мы, что мы хорошо занимаемся прейдингом и диссерпуциями, я смотрю свой пост, приглашаю логисты, вот мой пост. Если ты не его снизишь, мы заработаем вместе. Вот тебе источник, система построена, вот тебе тестовый период, если все получится, вот контракт, и я буду внимательно относиться к выполнению этого контракта, это гарантирую, я всей своей репутацией, иди и не бойся сделать на меня ставку. И вы знаете, у нас получилось, на каких-то определенных каких-то представительствах мы отдали что-то вонцу. Я не успокоился, это я протестировал в Украине. И я пошел в такую историю, например, в Азербайджане. А где-то я пошел в историю, когда мне нужно диридировать, я не мог понять, не мог представить, как я разрешусь себе производить свой любимый бренд в Тульции на нем и на нем заводе. Как? Я придумал, как. Мы через Zoom, потому что это был пандемия, у нас был запрос на тот рынок, настраивали там процессы. По Zoom. Видно, буквально, в смысле, то, что нам нужно было протестировать в нашем бизнесе, это нужно иногда, нам передавали в самолетах, в авоконсов. И мы, в конце концов, пандемию запустили производство, сохранив качество. Это аутсов. А потом я понял, что мы все сейчас должны быть настолько гибкими, мы должны быть как конструктор, мы должны четко отвечать запросу рынка. Если рынок меняется, значит меняем все. Значит, мы можем делать аутсов на логистике, но все остальное оставлять за собой. А тут можно сказать, вот вам дистрибуция, на производство задания. А тут можно сказать, вот вам бренд, сделайте процессинг, отдайте нам франшизу. И у меня сейчас приблизительно 10 моделей, 10 протоколов, как я могу работать. В тот момент, когда мне нужна такая многоличная история, вопрос у вас, я услышал лично, но мы слушал, как будто боль, да, я за аутсорс, везде, где он снижает кост. Последняя личная история про пандемию, когда тут говорят, кстати, те же люди, которые говорят, давайте уже после праздничного, они же говорят, давайте после пандемии, это эти же ребята, один к 1, а завтра они придумают еще, что-то, после понедельничка, что они там придумали, после майский, то они же, они одинаковы. Это те, которые не дослушал вопрос, говорят мне сразу, это балансный бой тамбай. Так вот у меня была одна сделка в одной из стран, и мне нужно было там быть, как бенефициару, чтобы подписать документы, есть такие необходимые милетические формальности, когда тебе вот, ну, обязательно нужно быть. Границы закрыты, вот, невозможно ничего принять. Делюсь эксклюзивной информацией. Не было других вариантов, я заехал в страну как водитель фуры с медицинским оборудованием. Когда люди, которые, когда люди, которые меня увидели там, пока, ну, ну, поверите, мы к этому не можем, мы не могли бы пересечь, это, у нас полный кардин, как вообще сюда добраться? Я говорю, ну, как я добрался, я уже рассказать вам не могу, теперь скажите, как я сюда буду улетать. Так вот, улетать мне пришлось в частный джет, потому что по-другому вообще было, вообще не покинуть страну. Так вот, когда вы говорите, что кого-то может остановить по мнению, или нас не может вообще остановить это уболое слово, нет. Мы не можем этого разрешить. Поэтому только вперед, я за вас. Спасибо. Здравствуйте. Евгений Александрович. Прима. Евгений Александрович, услышал от вас в одном из интервью очень умную мысль за воспитанием ваших сыновей, что после вас и после нас, родителей, мы должны устроить такое турбулентность, что детям не должно быть ничего страшного в этом мире вообще. Хотелось бы у вас узнать еще топ-5 ваших принципов воспитания сыновей, и смогли ли вы промотивировать одного из своих сыновей научить китайский для покорения новых рынков. Вы говорили, что вы работаете над этой презентацией и мотивацией. Вы понимаете, что такое привычное мотивление? Я всегда могу поймать. Набор методов силовых, финансовых, мотивирующих не дал пока результата. Пока что мой средний сын Иван не тут присутствует. Ему повезло. Иван в карантин проходил в Мексике. Ну, кто где, Иван в Мексике. И вернуться туда сознанием испанского языка. Это рад. Но то, что касается навыка языков, безусловно, и то, что касается воспитания детей, вопросы воспитания девочек и мальчиков, они разные. Они разные. давайте вместе об этом говорить. Я могу сейчас сказать о наших сыновьях. Турбулентность, которую мы создаем, не должна быть выше, чем то, что их ожидает во взрослом мире. Но не должно быть выше. Их ничего не должно уйти на выходе. Это первое. Второе. Как мне кажется, внимание, я еще в процессе воспитания. То есть, у меня еще неочевидный результат. нельзя брать эти слова управлять на 100%, но как мне нужно стать чужим. В этом плане. Потому что успехи детей на какой-то момент равны больше, чем свои собственные. Так вот, никогда не нужно давать деньги детям на то, чтобы ничего-то не делать. И всегда нужно давать деньги на то, чтобы они что-то делают. Вот если он пришел за деньгами, чтобы куда-то не поехать, или куда-то не пойти, то очевидно, что нужно эти деньги не давать. Второе. А и давать всегда инвестируй в своих детей инвестируй в проект. Это важно. Даже если они ошибаются, это они приобретают. Сожалеем, пока за наши деньги, но ничего, в конце концов, это даст экспертизу. очень важный вопрос для всех нас. Нужно, если мы хотим вырастить успешных людей, тратить в два раза меньше денег, в два раза больше денег на свои деньги. Вот, мне кажется, это такая простая формула, которая на выводе должна дать результат. Я не смогу усложнить вам ответ на этот вопрос, я говорю, как практикующий отец прямо сейчас. И хочу еще сказать вам, что, знаете, сейчас неожиданно вдруг, у меня ответы тоже в динамике. Я тут понял, что основным навыком сейчас в современном мире является фактически верить в два набора. Первая, единственная и главная валюта сейчас в невероятном вот этом турбулентном мире является характер. Вот, вот это главное, что мы должны воспитать. Поэтому нужно давать эту турбулентную таким образом, чтобы и характер воспитать, и ни в коем случае не сломать, дав понимание, что есть в этом мире что-то невозможно. Эту грань на ходе это очень лично, очень индивидуально, очень внутрисимейное дело. Но эту грань нужно найти, это первое. И второе, количество гигабайтов, которые получает наш ребенок сейчас, у них у всех выбирают тихо головного мозга. Это неплохо и нехорошо, это просто так. Мы не можем, смотрите, мы не можем, мои родители тоже мне говорили, что мы не понимаем, что ты слушаешь, что ты смотришь, что это такое. Я не хочу превратиться в свою бабушку, которая не понимала великого певца Владимира Кузьмина. Я говорил, ты не можешь уборять, это великий певец. А она говорит, он нос поет, он не великий. Я говорю, ты что это, это полубожеское, говорил я ей. И я не хочу, чтобы мои дети тратили силы на доказывание неочередных вещей. То, что мы не понимаем тикток, не делает его менее значимым в их жизни. Хорошо, это плохо, мы не можем оценивать, это состоялось. А значит, то, что в тиктоке блогеры продают, продают производители, продают их школы, потому что школы это тоже бизнес, мы тоже это должны понимать. То, что они будут продавать их будущие работодатели, или их будущие сотрудники, мы должны научить их критическом умышлении. Это сейчас самое главное. Вы должны научить их работе с источниками. Они не должны при слове инопланетяне лезть на какой-то сайт fake news, говорит, вот обнаружили на огране Николая, инопланетян. Так не работает. Им нужно описать, что не все, что написано в интернете, это правда. Им нужно объяснить, что такое репутационный источник, который занимается исследованием. Им нужно объяснить, что такое журналистская работа. Им нужно объяснить, что нужно всегда читать между стволом. Им нужно объяснить, что нужно брать всегда две точки зрения сопоставляем. Им нужно объяснить, что нужно следить за экспертами, брать действительно реальных экспертов. И отслеживать эту ситуацию. Критическое мышление нашего ребенка сейчас критически важно. И это наша с вами задача. Вам успешных детей, потому что в какой-то момент после того, как вы проявили все сверху силы, ваш сын, пока вам и говорит, папа, ты крутой. Это счастье. АПЛОДИСМЕНТОР АПЛОДИСМЕНТОР Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Павел. У меня такой вопрос. Моя компания занимается предоставлением логистических услуг для компаний в Соединенных Штатах. И основная проблема в том, что большинство моих клиентов... Логистический, как в море? Дальнобой, что? Да, дальнобой. И основная магистральная, средняя, по 20 мая, какой логистический... По всем Соединенным Штатам абсолютно. Но вопрос в том, что основной мой клиент это именно русскоговорящие люди. Так вот, проблема в том, что вы, как человек, который активно сейчас развивается в США, какие инструменты работают там и какие инструменты для привлечения клиентов именно конкретно американцев, вы сейчас активно используете в своих компаниях. Сколько у вас человек работают в компании? В компании 4 человека. 4 человека. Они наши, русскоговорящие? Они русскоговорящие, но уровень английского крайне высокий. Ментально наши? Ментально наши. Вы хотите остаться в этом рынке или хотите выйти за его пределы? Хочу выйти за его пределы. Приготовьтесь к стрессу, потому что какое-то время вы будете не понимать культурные особенности людей, которые принимают решение. с той стороны. Это нехорошо и неплохо. Там другой, там другой подков. Говорит ли это о том, что вам не нужно выходить ни в коем случае? Обязательно нужно выходить, потому что средний чек, чтобы мы не обсуждали, за пределами нашего ограниченного локального рынка там гораздо выше. Американский потребитель абсолютно рациональный. Он хочет качество по недорогой цене. Если мы можем прочитать тонный отчет, что думает потребитель, как он здесь, как он здесь, как он здесь, как он здесь, какая его мотивация, но главное чертами как-то пределам очень рациональным. Это первое. Второе. Он существует, поскольку 350 миллионов, поскольку он очень привлекательный, поскольку еще рядом 40 миллионов людей, Канада, фактически 400 миллионов огромный рынок, то соответственно нужно понять, а как он, когда он полезет в карман за нашими с вами, когда? Когда он среди этого многообразия брендов, услуг поймут, что эта услуга с идеальным совпадением с иными качествами. В этот же момент он переместит это в корзину ментального рациональности и тут же сделает выбор вашего конкурса. Поэтому могу посоветовать, что сделано. У меня были крайне тяжелые первые два года в Америке. Крайне тяжелые, потому что я вообще ничего не полюбил. У меня была фундаментальная ошибка того, что я думал, что если я вовно в компании, если я собственный, это же в наших шивотах работать круто, кто это? Собственный, добрый день. Решили все вопросы. Если ты приходишь туда, то традиция принятия решений там говорит о том, что первая встреча не для продажи. Первая встреча для того, чтобы сделать интервью, самопрезентацию. Первая встреча сказать научите меня, помогите мне. Я создал классный продукт. Ты классно знаешь свой бизнес. Я хочу тебе попасть. Не сегодня, но знаешь, что я есть. А потом включаются такие очень локальные, но очень крутые наработки, которые понимают, что это сон там. когда лучше всего дозваниваться американскому топ-менеджеру. В середине недели среда шпен с 5 до 6 вечера. Почему? Потому что в это время им звонят и домохозяйки, говорят, купи молоко. мне не слушать внимательно телефона. Это реальная история. Это реальная статистика. Можно было себе представить, что в том момент, как я начал применять эту практику, 99% звонков они брали только. Хотя до этого мы приезжали 4 месяца не брали. Это работает. Теперь второй вопрос. Культура американского менеджера это получать voice mail, voice message. Вы говорите, добрый день, я такой-то, я вам перезвонил во вторник 9.00. В вторник 9.00 звоните, конечно, он не берет руку в грязь. Я как обещал звонил 9.00, звоню вам в четверг в 20.30. Набирайте 20.00. он не берет руку в грязь. Я звонил уже два раза. Я буду по-прежнему выполнять свои обязательства. У меня классный продукт. Я вам наберу в субботу, если вы работаете, в 16.00. Если я работаю, я беру трубку, но тогда я точно подумаю. В понедельник 17.50. Статистика, 9-10 голосовых сообщений, и вы дозвонитесь до любого человека. Это простые вещи, внимание, которые меня научила литература. Вы уже много прочитали о стандартах американского ведения бизнеса. Думаю, что ничего, к сожалению. А второе, что вы должны просто сделать. Я вам просто рекомендую искренне не проходить тот длинный путь, который прошел я, потому что за все ошибки в бизнесе платим мы с вами предприниматели. Мы за свои ошибки платим своими деньгами. Так вот, хочу вам сказать, что этому меня научила моя американская команда. Потому что в какой-то момент я взял отсюда лучше, как я, собственно, делал во всех рынках. И перенесли их туда. Кого-то сели, кто-то уехал битвенную командировку. Но ни у кого не получилось. Хорошо это? Плохо? Это так. Не получилось, потому что не владеют определенными навыками. А они, как оказались, несложные. Они такие же, как тут. Потому что, в принципе, на 90% 95% все совпадали. Но не получилось, потому что не было руководителя. И тогда я сделал с чистым видеомериканскому команду. У меня не получилось не работать. Мы тут плохо понимаем. И сейчас мы пришли в классную форму, при которой у нас руководит компании. Там, американец. У него есть несколько замок. Это в том числе и наши ребята. Наша девушка Христина из Львовской области является камом по Калифорнии. У нее все получилось, потому что он научил вот таким простым и понятным, легким, ситуативным решением. Берите себе американскую команду, читайте книги о американском рынке. У вас точно все получится. Огромный рынок. Желаю дальше. Спасибо большое. Спасибо вам. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Константин. Для тех, кто не слышал в прошлый раз я занимаюсь производством тупильных ковриков. Это нормально. Вы на бизнес-форуме представляетесь, инфланируете себя, проманутируете себя. Это здорово. Вчера на бизнес-форуме в Буковеле человек попал в Big Money со своими инвестпроектом. И приобрел, кстати, большое количество плентов. Я за такой формацией отношения максимально 50 никому не слушаю. Продавайте свой продукт. Тут ваша потребитель. Я задал первый раз Игорю вопрос о том, как масштабироваться. он мне дал ценные советы и в процессе ответа сказал такую фразу, что он не является специалистом по отжиманию рынков. Я думаю, так не означает. Может быть, вы в этом вопросе разбираетесь. не знаю, что он не может быть. сейчас сохранил уважение к отцу, даже несмотря на очень тяжелое меня. Человек, сделал себя сам, который фактически зафиксирует этот прогноз будет с улицей это будет так. Я вот когда смотрю на такие истории, я вот все скажу, какой еще мотивации на цену. Вот что нам еще нужно посмотреть, чтобы понять отжимание. Смотрите, угол атаки это самая главная задача любого предпринимателя, который хочет разкинуть. Мы все постоянно живем. Профессия предпринимателя это риск. У нас нет другой профессии. Послушайте, нет другой профессии. Мы можем сколько угодно обсуждать при суммоложении к наемным людям, но работы можно заработать только на зарплату. Все, это тоже нормально. Это круто. Это отличие в корпоративном мире мультимиллиардеры, которые не являются собственниками компании, которые отказываются от акционерного капитала. У них такая модель построения жизни. Окей, нормально. Но когда ты собственник, понимаешь, это риск. Ты каждую секунду рискуешь всем. Каждую секунду. Вы хотите что-то в рынке найти, рисковать. Вы хотите увеличить на 1% свой присутствующий в руке, будете рисковать. Вы хотите атаковать кого-то, у кого вы видите большой процент рынка, вы будете рисковать. Потому что у него тоже отбиться. Он вам ничего не подарит. Поверьте мне, суетиться нельзя, торопиться нельзя. Суетание родная сестра успеха, вот это бесконечная тревожность, это не то. Вам нужна четкая стратегия, потому что планы без ресурсов под них это галлюцинации. И у нас большое количество людей живут галлюцинациями. они предполагают, что сейчас они что-то сделают, а кто это увидит, сдастся, они получат этот рынок. Не бывает такого. Больше того, хочу вам сказать, форпси, конкуренция еще обижалась, а на международном аренде еще куча еще плотнее. Парень, который логистикой собирается заниматься в Америке, он не предполагает, что он ждет, но точно знали, что обладая набором знаний и стоит большую компанию, потому что он уже там, потому что чтобы работать в Америке, нужно начать работать в Америке. А не сидите бесконечно галлюцинировать, говорить, я когда-нибудь пойду туда, но пока мне что-то мешать. Поэтому хотите отжимать рынок? Вы уже намерили сидеть цель? У вас потерпевший уже есть? Кому мочи нет? Кто? Они в два раза больше? Нет, я в два раза больше, чем они. А кого-то вы хотите проплесосить рынок и мелких братьев? Кто-то есть больше вы любите? Супер, вам повезло. Вам повезло. есть кто-то, кто для вас собрал этот рынок. Как только вы видите кому-то рынки около 50% любым набором методов не выходящих за рамки здраво-снызла морали и законодательства атакуйте ему. Почитайте траута в том числе партизанскую войну партизанскую стопеню стартуйте там смотрите когда кто-то мне говорится больших корпораций я вам хочу сказать что большинство корпораций боится только кто-то разговаривает с ней или смотрит на него стоя на коллегах вот как только ты встаешь в ровне ты понимаешь что внутри большой корпорации она максимально заорганизована она максимально дуракратизирована там огромное количество людей которые ничего не делают они очень неповоротливы они нежно реагируют на закусы рынка и когда ты приближаешься к компании к рынку ты вдруг обнаружишь какое количество места для тебя есть поэтому когда кто-то говорит так у них 50% так распланируйте все так скажите где точка А где точка Б зайдите туда придите на проходу этой компании или кому угодно искайте лучших людей пройдите сами эти переговоры предложите долю вашей компании за их компетенцию найдите себя на борт супер меня вот те которые обладают но не звезд которые продают свою будущую энергию потому что традиция это не бесконечное поклонение первым этому корпоративу это передача огня вам нужен второй, третий, четвертый уровень потому что например когда я захожу в какой-то рынок то я беру лучше второй, третий четвертый не руководитель руководитель уже политик руководитель большой корпорации при всем уважении к этим людям которые сделали карьеры они уже в чем-то политики они же выбирают дозируют сказать не сказать выгодно это не выгодно мне они же занимаются политикой это наши только даже в том числе тот, чем я борюсь и пока что не могу сказать что на успешен это то, чем будет больших корпораций поэтому если у вас есть 80% это для вас хорошие извести находите там лучше тех людей которые делают бизнес но которые остались дальше понимаете для себя решение по стратегии и по ресурсам под нее расписывайте камень расписывайте стартуйтесь точнее а определяйте это по времени берите лучших людей на стартуйте шляп 50% пусть они поднимите они и не а я так но я не не а хочу задать вопрос для всех подростков потому что вы ролевая модель для уже существующих бизнесменов они хотят масштабировать бизнес увеличивать продажи а что вы последовательно для подростков те которые только когда я начинал бизнес вообще не было никакой информации сейчас у подростка нет знаний которые ему недоступны нет знаний все бизнесмены я много раз об этом говорил сейчас все вдруг осознали свою социальную ответственность посмотрите бизнесмены встречаются с людьми разговарив и честно говоря на самом деле это важно ну почти просто почувствовать если будет вот мне кто-то когда-то сказал что бренд фигмане станет неожиданно важнее чем мой основной бренд по правилам спинара я не называю из этой цены ничего не продали это главное условие как тут тем кто хочет вести свои соцсети не продавайте ничего из своих аккаунтов просто не продавать показываете себя показывает бизнес не продавать люди сразу это умеет так вот есть вещи и тройки встречи да они более важны чем я сам умею что но это так понимаете и когда там говорят а что в публичности до моих коллеги по форсу что почему так много выступлений я помню во первых меня везде зовут еще отказываются по моему согнушению штуально нажал коней корпорации большой а во вторых это встречи всегда будут вибрации потому что такие вопросы и я всегда записывал после каждой встречи для себя в каждом вопросе важную вещь сейчас кстати надеюсь во всяком случае это проработку как вот наших детей сейчас сеть сегодняшний детей у наших у всех детей сейчас классная история у них так много информации что взять это всего лишь один клик то есть нажимаешь и покупаешь ты поступаешь в университет тебе дают степенью если ты хорошо учишься или хорошо занимаешься спортом и ты хороший общественный день ты например можешь пойти к концу в офис может пойти к отцу на предприятие походу добрый вечер евгений такой вопрос есть здесь значит сначала небольшая предыстория когда шел сюда на этот форум я сказал бабушке куда я иду назвал фамилии говорим черняк вода турский она как он вот это очень хороший человек молодец умничка обожаю спасибо вам огромное привет от моей бабушке бабушке привет и небольшой вопрос значит отойдем от этой темы серьезных бизнесов фанат вашей программы Big Money хотел бы вас спросить с кем бы вы хотели сделать интервью давайте немного пофантазируем с ныне живущих ну 20 еще кого-то как вы понимаете я знаю уже типовые вопросы и у меня есть на них ответы потому что когда вы задают вопросы я же на этой сцене проживаю жизнь да я что-то разговариваю откладываю для себя что потом я лезю я очень хочу передачу этот человек и создатель алфобанка создатель x5 создатель еще большого количества бизнесов это это очень в наше время с обычными ресурсами без государственной поддержки создал крутой огромный неум-бизнес это будет это я себе хочу передачу я надеюсь у меня получится я очень хочу передачу я очень хочу передачу я очень хочу передачу с Тинько он мне интересен потому что это наверное такой редкий пример не бесспорного человека и очень любого бизнеса вот он очень противоречива личность создавший игрок банк внимание с английским менеджментом как быстро мотивацию его человек помогавшему создавать крутейший банк он был 11 или 12 лет с ним работать и у него еще есть одна важная вещь я давайте пожелаем здоровьем переносли гимии и он выкарабкался я даже у меня была такая эмоция знаете вот такие сообщения когда что-то происходит с известным человеком вот такие спория или там я и кто-то великий я посчитал своим долгом что это не вульгарно посчитал мне что будет не вульгарно если я напишу что слушай чувак мы все на тебя смотрят это для многих ролевая модель давай блин безгорав не думай он сделал они 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 меняют мир такие люди они задают новые стандарты задают новые горизонты безусловно конечно очевидно что интересен он вас потому что вот эти вот бесконечно взлеты и падения знаете он позавчера сходил на какую-то передачу какой-то шоу комикам я сказал что она какая-то есть неизлечимая болезнь и вспомнил как он курил легкий наркотик который язык легализован в америке в каком-то штате у него акции упали на 20 миллиардов я считаю что это было просто такая немножко слезная болезнь он делает крутейшие вещи это первая частная космическая программа но внимание многие тоже забывают что это частная космическая программа с участие в государстве что очень сильно помогает американские государства заказы а для того его задачи не стали менее круты но он пошел и снаружи цена ошибки в случае огромная все эти кармином ответственность не так пошутил 20 миллиардов стоимость украины нормально пошутил парень но тут же все сказали нет это все специально он хочет откупить свои акции в этом специальный заведен я начал отключать думаю а похоже что это сценарий похоже что ему на вторичном рынке просто нужно чуть пропорисосить акции забрать их назад если человек думает этими категориями и строим такие сценарии представляете там уровень компьютера которые писали тепла в этом как они что там происходит конечно безусловно интересно таки поэтому я смотрите но например был так парень звучит русичных магазинов артём штаммей это небольшой бизнес но это фантастически круто ну фантастически ну что у парня такая мотивация он говорит да я на я здоровье там нет я иду успеху сон я всех разорваю по дороге я буду сидеть тут в своих магазинах сам мы полыбирать свои овощи я знаю что я про меня он мотивирует не меньше чем нас просто мы уже взял а смазка на этом сейчас короткий рассказ о сервисе знаете сейчас я думаю что кто читал книгу идеальный сервис думаю что вот сейчас немножко за риском всех предпринимателей в продуктовую в продуктовое предложение я думаю что сейчас тот кто дает не просто классный продукт а классный сервис тот победит то есть сейчас стревоженный постпандемийными переживаниями потребитель как никогда требует сервисов не ущерб продукту но сервис это пожалуй главный момент последнем буквы сейчас практически вышел на первое место короткая реальная история со мной произошла неделю назад в салоне в своем фейсбуке в случае в турецкомателе вы в прошлый раз пили кофе по-турецки без санта говорите не официант турецкий а вчера бились немного шуга как вам сегодня я не только меня запомнили спрашиваю нет я всех запоминаю отвечаю так всем очень нравится людям понравится они приедут еще раз я несколько слов по-русски улучшил что понять не было здорово наверное планируете менеджером сказать нет пока не планирую скоро перехожу работать другой а как же люди которые приедут в этот отель так они же приедут в турцию значит и мой новый отель тоже немного приедут всем же об этом хорошо и мне это несложно запомнить что людям нравится мне несложно и приятно я вручил чайбу и пошел писать пустя такие официанты в турецких отельках не все конечно но очень люди им просто не все равно на таких людях бизнес строится да уверен он будет управляющим очень скоро одни бесконечно обсуждают как все плохо вокруг компания в стране и в команде а вторая работают развиваются и пробегируют и им не все равно главная характеристика любой здоровой компании это неравнодушные сотрудники все мы с кем таких желаем вопрос здравствуйте Евгений Александрович здравствуйте кратко представлюсь профессиональный спортсмен артист цирка и начинающий предприниматель я бы не посмел но на правах рекламы байк триал шоу в инстаграме ищем партнеров за рубежом и продаем тормозные колодки для специализированных велосипедов для велотреала тоже работаем по дропшиппингу то обращайтесь если кому то надо итак вопрос если вдруг вас он слишком заинтересует и вы захотите создать команду коллизию или будете заинтересованы этим вопросом я готов вступить в команду и работать над этим вопросом бесплатно вопрос следующий как сделать так как сделать так чтобы часов не было больше чем 24 любить то что ты делаешь это очевидно знаете что вчера была интервью с Ульгой Фреймом такой очень неоднозначный интервью для меня потому что я с трудом понимаю людей шоу-бизнес который задача фактически торговать торговать покер фейсом при всем уважении дней но вчера сказала такую вещь а Ксения Собчак на интервью со мной сказала что в истории стоит по-моему 10 тысяч долларов и знаете я думаю что раз уже судьба подкинула на такую возможность с таким количеством подписчиков фейсбуке там уже 200 сколько-то тысяч много сколько-то тысяч ютюбе сколько-то тысяч большое количество 700-600 тысяч в инстаграме то я для себя принял такую стратегию насколько это возможно я буду помогать предпринимателям я никогда не возьму деньги слава богу в них не нуждаются но я всегда те кто меня тегает буду делать перепосты так выглядит мой столец и даже если от этого не так быстро растут мои подписчики говорят мне мои люди ну консультант который пытается меня консультировать потому что мне все время кто-то пытается помочь с тем что у меня и так получается хорошо консультантов как никогда они говорят мы будем вести ваш инстаграм кстати в команде буквально один человек это я есть еще он который занимается техническим вопросом за нашими сетюмом но в целом нет ни редактору ни продюсер нет никого вот есть один человек так вот если у меня возможность такую социальную значить то все кому это нужно я не гарантирую ничего если он вижу себя то я в какой-то момент если у меня будет возможность промежутка между своим бизнесом семинар внимание университетом и съемка обязательно перепусты так я буду поддерживать узнал что он этот бизнес и берешь его за горло и ждали 50 процентов скидки это не дружба поддержка это тогда когда ты в свой стол из бесплатно контент кого-то чье сообщение от него прилетело полу тысяч подписчиков так это работает потому что вот узнаете еще об окружении тоже важный вопрос как мне кажется эти профессиональные плакать в фейсбуке знаете наша жизнь сейчас во многом это соцсети хорошо это плохо это так и и в них вопросов уже видишь как никогда четко потому что то что ты нажимаешь еще я уже буду заканчивать потому что после меня Алексей Ваготовске я внимательна вместе с вами буду слушать в музале я кстати сегодня из уважения к нему не я как главная форма я попросил ему чтобы он был последний потому что этот человек который прошел невероятный путь который меня лично просто ну очень сильно мотивирует даже потому что даже супер мотиватором нужны своим мотиватором это Алексей Ваготовске а я один из тех людей которые меня невероятно мотивируют так вот вопрос окружения поэтому я очень коротко вопрос окружения очень важно те кто вам придет в фейсбук после вашего поста как у вас что-то не получилось в бизнесе или как вы рядом с банкротцем скажете держись человек все нормально это не те это не они это не ваши настоящие друзья это не ваши настоящие партнеры это не ваши спутники по жизни вот там где вы напишите что у меня проблема кто-то приедет и поможет вам разобраться со складом вот там где кто-то приедет поможет вам разобраться с проводками бухгалтеров поможет разобраться с налогом каким-то вопросом поможет разобраться с мотивацией людей среди яй вот они настоящие друзья но это очень важный выбор напишите кто может помочь разработать тебя завтра ждут 10 в офисе в субботу яйцом как думаете какое количество людей вот это есть ваше настоящее ноль значит ноль а чтобы они приехали вам кому-то нужно поехать вам кому-то нужно помочь вам нужно выйти на эту сцену и поделиться не стеснялись не боясь что тебе через три года два года задеть английский выучили китайский не выучили значит честно скажи пока не выучили пока не знаю как это есть настоящий предприниматель есть настоящий партнерство чтобы все предприниматели нужно понимать и поддерживать другу тем более в такие непростые тяжелые времена поэтому если есть там что-то вашим зачем могу помочь могу помочь вот таким образом и последнее для вас никогда не работайте бесплатно работайте или за очень маленькие деньги чтобы оставаться свободу или за очень большие чтобы свою свободу продать максимально дорого не работайте никогда бесплатно и уж точно не работайте за средние деньги недавно написал короткую очень важно как мне кажется очень важно сообщить быть счастливым а не идеально помнить что старость придет но старик не обязательно за фельдами никогда не гнаться а двигаться и на встречу точно понимать какой мозг пересечь какой жечь а какой пост рядом видеть чаще тех кто делает сильнее говорить с теми с кем становишься умнее молчать о главном с той с которой становишься счастливым не забывать что там где начинается там провисы заканчиваются мечты день прошел или ближе к мечте если он правильно прожит лето скоро мир открывается не торопясь хорошего всегда в мире немного больше значит все будет хорошо не быстро но точно будем жить ребята всем спасибо большое рады вас видеть спасибо 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 а я приглашаю вас в сцену как сказал генерал шерточка парня сегодняшнего вечера герой украины основатель уже и владелец безбедный генеральный директор компании был он Алексей Лобововский «Опал» **** «Опал» «Опал»